Доброе утро, друзья! У микрофона Арина Ефимова. Сегодня в нашей студии мы встречаем врача-стоматолога Максима Сергеевича Коваленко. Максим Сергеевич, доброе утро! Утро доброе, дорогие радиослушатели! Ну, расскажите, как у вас дела, как вы добрались до нас? Прекрасно! Доехал, как и все, в небольшой пробке. Настроение дела, отлично! Давайте поговорим о том, что сегодня существует огромное количество клиник. Они находятся как в частных кабинетах, так это государственное учреждение, как и в квартирах, в домах. Вот скажите, как найти ту самую клинику, и можно ли получить, например, достойную помощь в государственной клинике? Хороший вопрос. На самом деле достойную помощь стоматологическую получить можно не только в частной клинике, как бы это мнение, да, государственные учреждения тоже достаточно успешно работают. Тут больше, наверное, зависит выбор методики лечения, материалов лечения, потому что все-таки современные методики и материалы у нас присутствуют больше, как ни странно, но в частном секторе, да. Также по рекомендациям знакомых, друзей, может быть, какие-то свои предпочтения у пациента будут. Тут выбор доктора, на самом деле, очень ответственный, важный процесс, который от многих факторов зависит, очень от многих. Ну, скажите, вы, наверное, отслеживаете ситуацию, вот изменился ли поток пациентов за последнее время? Если взять, допустим, период пандемии, то нынешний год гораздо более продуктивен и пациенты гораздо более активны. Разница есть, довольно значительная. А что касается материалов, какие импортные, какие отечественные, есть ли сейчас с этим проблема в регионе? На самом деле проблем никаких нет, по крайней мере, мы с этим не столкнулись в своей клинике, да. Работаем в основном мы материалами зарубежных производителей, что и понятно. Ввиду того, что все-таки качество производителей зарубежных материалов на голову выше, межели российские. Ну, какая сейчас услуга у вас самая такая популярная, распространенная? Самая распространенная у нас услуга – это лечение кариеса, как ни странно, и у деток. А скажите, вот от чего зависит здоровье зубов? Тот же самый кариес все-таки больше от ухода или от генетики? Зависит на самом деле от всего. И генетика тут играет очень немаловажную роль. В процентном соотношении, конечно, вам точно не скажу, так как не генетик. Но очень немаловажную роль играет генетика. И гигиена. Потому что многие пациенты относятся к здоровью полости рта весьма прохладно, чего не стоит делать. Наверное, приходят, когда уже болит. Нет. Чаще у нас пациенты нынче сознательные. Они приходят иногда и с профилактической целью. Это редко, достаточно редко встречаются пациенты, когда у них уже совсем все там запущено и плохо, и болит. Но, тем не менее, мы стараемся решить их проблему. Скажите, а с какой периодичностью нужно делать чистку зубов? Тут зависит все от степени нужности, вмешательства в этот момент. Как правило, стоматологи рекомендуют не чаще, чем раз в полгода проводить профилактическую чистку, гигиеническую. И, опять же, по показаниям. Есть люди, у которых определенный состав слюны, белков и так далее. У них, может, допустим, чаще образовываться зубной камень или налет. У курильщиков, у любителей кофе, коих очень много в последнее время, почему-то новый тренд. Это точно. Без кофе тяжело. Да, может быть. Многим он заменяет своего рода энергетик, утренний энергетик, как и называется наша программа «Утренний кофе». Скажите, а если в целом ничего не беспокоит, вот как часто нужно показываться стоматологу? Тут, безусловно, опять же, мимо нас пройти нельзя. Мы обязательно присутствуем в жизни каждого гражданина, каждого персонажа. И рекомендуется 3-6 месяцев этот интервал соблюдать. Даже если ничего не беспокоит, даже если все кажется на первый взгляд классно, лучше прийти к профессионалу, показать зубки и уже по ситуации, по заключению доктора действовать дальше. Вот сегодня довольно такая популярная услуга, процедура – это брекеты. Скажите, очень много вокруг них разговоров. Со скольки лет можно ставить брекеты и до скольки лет их ставят? На самом деле, нижней границей такой условной является – это подростковый возраст с 14 лет. С 14 лет поддается очень легко коррекции зубочелезная система. Сейчас, опять же, это у подростков стало очень модным. Да, действительно. Некоторые расстраиваются. Если раньше стеснялись, то сегодня как-то это больше даже демонстрируется. Абсолютно верно. И даже у не только подростков, а у людей среднего возраста нынче вошло это в моду. Но вот до скольки лет можно ставить и вообще имеет смысл? Верхний возрастной предел как таковой конкретно не установлен, но если это по показаниям имплантации, либо по каким-то назначениям лечащего врача, ставится и в зрелом возрасте. Брекет-система абсолютно. И опять же, человек попадает в модную струю. Скажите, а если у человека нет показаний к брекетам, но ему кажется, что где-то там, может быть, и лучше где-то кривовато, вот вы ставите в этом случае брекеты? Смотрите, мы никогда не идем на поводу у пациента, так как лечение назначает лечащий врач. Сначала нужно провести диагностику комплексную. Мы смотрим, делаем выводы, смотрим компьютерную модель. И на основе всех полученных данных мы уже принимаем решение, требуется ли брекет-система, либо нет. И опять же, как показывает практика, идеальных зубов не бывает. Возможно, все. У вас также лечатся детки. Вы скажите, чем работа с детьми отличается от работы со взрослыми? Какие есть нюансы? На самом деле, нюансов работы с детками очень много. Это совершенно отдельная категория пациентов. Мои любимые, кстати, потому что я в основном веду прием детский. Чем же оно отличается? Во-первых, происходит живое общение. Да, детки могут бояться, но с ними нужно прежде всего найти контакт. Когда с ребенком найден контакт, то лечение проходит быстро и незаметно. И даже для пациента. Не говоря уже для доктора. Ну, наверняка тут взрослый человек впадает в панику, когда видите эти уколы огромные. Или машинку, вот это сверло. А вот что делать с ребенком, который начинает плакать, которого невозможно заставить? Значит, смотрите, если ребеночек имеет определенную фобию перед походом к стоматологу или, в принципе, перед врачами, то с ним прежде всего нужно найти определенный контакт. Зависит конкретно от данного ребеночка. Какие у него страхи, почему они. Мы всегда пытаемся это выяснить, пытаемся как-то найти общий язык. То есть заинтересовать ребенка в лечении, чтобы он понимал, что это нужно ему прежде всего, и участвовал в лечении непосредственно. То есть у нас не звучит слово укол, у нас есть холодная палочка, да. То есть у нас есть слоник, который забирает слюни, да, в воду. А, то есть вот такой лайфхак, да, не называть своими именами, а вот в формате игры. Абсолютно верно. То есть все должно происходить в формате игры. Это же дети. А дети воспринимают мир немножечко иначе, чем мы взрослые. Скажите, какие самые распространенные мифы вы знаете о зубах, о стоматологии? Ну, мифов достаточно много. На самом деле один из самых распространенных, я считаю, это мнение родителя, когда они говорят, что это же молочные зубы, зачем их лечить. А это не так. Их нужно лечить. Абсолютно, да. Нужно лечить, потому что детки это такие же люди, как и мы, только маленькие. И у них также зубки могут болеть. Также требуется лечение. И вполне, вполне можно. Скажите, а нам... Многие же приводят детей, бывает ли такое, еще до 14 лет и просят поставить брекеты. Вот что в этом случае? В данном случае у нас очень квалифицированный ортодонт, очень профессиональный. Она смотрит, делает определенные выводы, диагностику. И если требуется брекет-система, то, допустим, до 14 лет мы можем ортодонтическими аппаратами это все вылечить, так называемыми пластинками. Не всегда брекет-система даже требуется при постановке брекет-системы, потому что мы можем вылечить на раннем этапе определенного рода патологии, если они не сильно тяжелые, даже вот этими ортодонтическими аппаратами. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Максим Сергеевич Коваленко. Максим Сергеевич, ну расскажите, занимаетесь ли вы протезированием и много ли людей обращаются за установкой винир? Да, конечно, мы занимаемся протезированием. У нас в клинике представлен полный спектр стоматологических услуг. Касаемо виниров, да, модная, модная услуга нынче, опять же, среди людей женского пола чаще в возрасте, где-то от 20 до 35 лет. Даже от 20? Да, потому что подростки не так еще подвержены этому веню. На самом деле виниры как таковые, ввиду того, что у нас звезды подают пример, мы смотрим телевизор. Голливудская улыбка. Да, 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 все смотрим фильмы, модное явление, но по показаниям. Опять же, мы сначала смотрим данные, диагностика, и тогда уже принимаем решение, нужны ли виниры человеку. Может быть, это будут коронки, может быть, это будут другие ортопедические конструкции. Ну вот, например, приходит к вам молодая девушка и хочет голливудскую улыбку. При этом у нее свои зубы, ну, довольно здоровые. Вот вы ей что можете предложить? На самом деле, если это пациент сидит у меня конкретно в кресле, то я всегда пытаюсь отговорить от лишних вмешательств. Если это не требуется, всегда своя улыбка, настоящая, натуральная, смотрится гораздо красивее, нежели это будет какая-то ортопедическая конструкция. То есть, все нужно по ситуации смотреть. Если это требуется, да. Ну, в целом, виниры ведь это такое, да, кардинальное вмешательство, то есть, это стачиваются свои зубы. Ну, конечно, это достаточно серьезное вмешательство. Обточка зуба идет довольно в больших объемах. Хотя современные технологии позволяют обточить их по минимуму, но тем не менее, это идет вмешательство. Ну вот вы говорите, если видите, что человеку, в принципе, эта процедура не нужна, вы отговариваете. Вот скажите, как отличить хорошего специалиста от непрофессионала? Хороший вопрос. Очень актуальный в наше время. Ну, конкретно вот инструкции для пациента дать, что нужно делать по пунктам, такого, конечно, нет. Но на самом деле непрофессиональный доктор, даже вот если вы пришли впервые в клинику и ведете диалог с доктором, наверное, можно отличить по его поведению. Если доктор позволяет себе негативные высказывания в адрес коллег, либо какие-то иные, то стоит задуматься, потому что не принято такие вещи говорить. Скажите, бывали ли у вас такие случаи, что вам приходилось переделывать вот как раз-таки за коллегами, за стоматологами другими? Безусловно, конечно, довольно часто встречается, потому что это тоже живые люди, они тоже допускают некоторые ошибки, наверное, как и я, как и все мы. Но вот тяжелее лечить с нуля или переделывать за другими? На самом деле тоже все индивидуально, если, наверное, зависит от степени вмешательства. Потому что есть такие ситуации, которые уже невозможно переделать. Расскажите вот из вашей практики, какой был самый тяжелый случай? Достаточно интересный вопрос, но тяжелых случаев, наверное, как таковых нет. Ничего нет невероятного. Все лечится. Если там уже, конечно, и допущена роковая врачебная ошибка. Такое тоже большое количество. Расскажите, вот опять же вернемся к вашим маленьким пациентам. Бывало ли, что после того, как у вас вылечился ребенок, к вам обращаются уже родители? Абсолютно верно. Мы чаще так и работаем. Сначала мы лечим маленьких пациентов, потом родителей исключительно с удовольствием идут, потому что они сначала в роли зрителя выступают, в роли группы поддержки. Пропадает всякая фобия, и они приходят сами, лечатся. Потом уже ребенок выступает в группе поддержки и даже стимулирует родителей. Но вот при лечении ребенка ведь нужно еще найти подход иногда к родителям. Вот бывают какие-то вредные родители, которые мешают работе. Очень актуальная тема. Да. Случается. Но, слава богу, достаточно редко у нас очень сознательные родители, а мы папы. И мы, как правило, находим общий язык. Все максимально доступно рассказываем. Поэтому каких-то недопониманий быть не должно. Их лучше обговорить вначале. Ну, расскажите, если говорить, опять же, о здоровье зубов, от чего зависит чувствительность зубов? Чувствительность – это весьма относительный фактор. Например, на холодное, на горячее. Да. Если присутствует чувствительность, то, как правило, присутствует уже кариозная полость довольно значительных размеров. Либо по глубине пролегания. То есть эмалио-дентина и граница уже, скорее всего, нарушена. За счет этого возникает чувствительность, и нужно срочно бежать к доктору. Вот как с этим борется доктор? Возможно ли, например, если человек, у него тонкая эмаль, у него так генетически, он к этому предрасположен, избавиться от нее насовсем? К сожалению, нет. Эмаль у нас сформирована уже в процессе формирования зачатка зуба, и когда он прорезается, мы уже ничего, к сожалению, не можем изменить. А сама эмаль достаточно тоненькая, очень тоненькая. Ее нужно только за ней ухаживать. А вот какие продукты ее травмируют? Нашу зубную эмаль? Семьи пресловутые газированные напитки в виде колы, пепси, достаточно серьезно наносят травму. Опять же, кофе, потому что он вымывает кальций. Не только зубам вредит, но и в целом всему скелету. То есть это не миф. Действительно, газировки в большом количестве все это вымывается. Да, да, да. Плюс очень едкие, кислые продукты питания. Кетчупы те же. Что касается ухода. Есть, так сказать, зубные пасты из масс-маркета, есть более дорогие. Это они влияют на качество чистки зубов? Или все это пиар-ход? На самом деле это больше, да, пиар-ход, потому что паста зубная сама с утра за вас не встанет и не почистит зубы. То есть все зависит исключительно от мануальных навыков в качестве чистки. И пасту надо выбирать себе подходящую по вкусу, без содержания, ну и опять же по показаниям, без содержания активных добавок тех же кальций, потому что переизбиток этих элементов ведет к некариозным поражениям зубов, которые тоже существуют довольно-таки в большом количестве. Вот отбеливающая паста для зубов, можно ли ей на постоянной основе пользоваться? Конечно же нет. Ну раз в две недели при необходимости можно. Но чаще не рекомендуется, потому что травмируется поверхность слоя эмали. Если его увеличить под микроскопом, он получается весь покрыт царапинами, достаточно обширными. Не стоит. А скажите, а сколько по времени нужно чистить зубы? Тут конкретного времени... Сколько раз в день? Потому что многие сейчас говорят, что даже нужно больше, чем два раза это делать. Нет-нет, на самом деле двух раз достаточно, а в промежутках между чистками зубов утренней и вечерней после приема пищи можно просто сполоснуть рот обычной водой, печеной или просто водой. Тем самым восстановив кислотно-щелочной баланс полости рта и среда для микроорганизма, для их размножения будет максимально некомфортной. Поэтому сохранить ваши зубы поможет такая банальная и простая процедура. Ну скажите, какие у вас есть пожелания, может быть, пациентам или радиослушателям? Пожелания? На самом деле эфир, к сожалению, очень короткий, пожеланий много. Скажу одно, зубки нужно чистить, за ними нужен уход, обязательно показываться врачу-стоматологу, как было озвучено выше. И хорошего настроения, хорошего дня. Спасибо и вам. Желаем хорошего дня, хороших пациентов. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Максим Сергеевич Коваленко, врач-стоматолог.